Всем привет! Под одним из моих последних видео, в котором я рассказывал вот этой демонстрации в Гамбурге, вот этих вот радикальных исламистов, с требованием создать на территории Германии государство Калифат с его шариатскими законами, чтобы все население страны жило по этим законам. Я высказал свою точку зрения, я высказал точку зрения людей, собравшихся на противную демонстрацию, я высказал, вернее, показал там видеоматериалы, в которых министр внутренних дел Германии тоже высказал свое отношение к сложившейся ситуации. И вот у меня под этим видео появились некоторые люди, которых я сразу просто-напросто отправил в бан. И один, мне понравился один человек, чисто вот своей манерой написания, поэтому я постараюсь именно в его манере ответить ему, так как он уже не может мне ответить ничего. Он отправлен в бан, и вряд ли тогда, когда выйдет, и таким же, как он. Я тут недавно смотрел видео, да, ну вышли нормальные пацаны, большие крутые, сильные, мужчины-со-азиаты, вышли с бородой такой, да, кричат за ИГИЛ, кричат за шариат. А этот, слушай, так автор этого канала, это, какие это канала называться, я, слушай, не знаю, да, это канал, оно, как оно, как оно называется, он, он сделал такое плохое видео, мне так было неприятно смотреть это видео, я решил ему высказать со всей неприязнью свое неприятное отношение к нему и к тому, что он сказал. И я написал ему один комментарий, а комментарии куда-то пропали, слушай, я, слушай, я не знаю, слушай, начальник, я не знаю, куда комментарий пропал, я написал ему второй комментарий, где написал уже совсем неприятно про свою неприязнь, а он, слушай, опять пропал тот комментарий, я сидел, думал, думал, часа два, думал, часа три, думал, я написал ему, я написал ему следующее, вас всех русских скоро оттуда повыгоняют? Что ты думаешь, он мне написал, он мне написал, что ты надейся, типа мой друг. Какой я тебе друг? Я тебе очень сильно неприязнь испытываю. Я тебе не друг, я вот так. Вот примерно в такой манере можно понять, что этот человек из себя представляет. Первый комментарий он высказался довольно-таки резко, и этот коммент ушел сразу же в спам. И его следующий комментарий был еще хуже, чем его первый комментарий. Там он меня назвал «Русские фушист». Вот, это еще мягко сказано, но вот эти два слова именно так вот написаны и были, как я сказал. И после того, когда я прочитал эти комментарии в спаме, я просто-напросто отправил этого... Как же его? А Дил Жон? Окей, I call you Jimmy. По-другому никак. Какой-то Улубеков или что-то такое. В общем, обращаюсь еще раз ко всем людям, которые будут смотреть у меня и смотрят у меня на канале видео из рубрики «Политклуб» на канале «Олд Дачмен». Пожалуйста, ведите себя корректно. Если у вас существует другая, иная точка зрения на происходящее событие в Германии, старайтесь высказывать ее более-менее культурно и вежливо, и не оскорблять оппонента или не оскорблять тех людей, которые живут в этой стране. Потому что, живя где-нибудь в Средней Азии, в Таджикистане или еще где-нибудь в Туркмении, вы не имеете ни малейшего понятия о том, как мы здесь живем, что мы здесь на улицах видим и как мы с этим совсем справляемся. Я надеюсь, что в этом видео я четко и ясно дал понять всем будущим комментаторам на моем канале, что любое высказывание негативное в мой адрес или в адрес, допустим, немецкого народа, немецкого правительства или страны, или какой-то национальности, неважно, русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей и так далее, любое негативное высказывание в эту сторону будет просто-напросто пресекаться отправкой комментария и самого комментатора в банк. Всем удачи, пока!